Третий храм 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 Только утренние. Так написано в пророчестве Езекииля. «Каждый день приноси Господу во всесожжение однолетнего агнца без порока. Каждое утро приноси его». Поэтому должно быть другое толкование о числе вечеров и утр, которые будут отмечены мерзостью запустения, по пранием святыни храма и по пранием воинства небесного, то есть святых, явившихся в храм путем восточных ворот. Иисус Христос умер на кресте вечером, поэтому Иисус Христос является вечерней жертвой. Именно по этой причине в третьем храме, согласно Езекиилю, не будет вечерних жертв. Вечерняя жертва уже принесена, Иисус Христос стал этой вечной вечерней жертвой. Соответственно, официальное отрицание этой жертвы Иисуса Христа со стороны какой-либо религии будет мерзостью запустения для каждого дня такого отрицания по числу вечеров. Это касается иудаизма. С момента постройки третьего храма и явления туда Иисуса Христа наступает День Господень. Писание говорит нам, что у Господа один день – тысяча лет. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Если это так, то явление Христа в этом храме подобно восходу солнца. Это утро Дня Господня. И явление святых восточные ворота храма является утренней жертвой, потому что они принесут в жертву Богу самих себя, посвятив своей жизни Ему. Тогда отрицание явления людей в восточные ворота храма, как явления святых, принесших себя во славу Господа, будет мерзостью запустения для всякой религии, которая будет это отрицать или игнорировать. Это касается и иудаизма, и христианства. Счет дней для мерзости запустения должен начаться сразу после закрытия восточных ворот храма, потому что именно с этого момента Господь Бог Израилев объявляется воцарившимся в этом храме. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие «Царство мира соделалось с царством Господа нашего и Христа его и будет царствовать во веки веков». Теперь нам надо учесть, что иудаизм будет отрицать и Иисуса Христа как Мессию, и явления святых как второе пришествие Иисуса Христа. Христианство же будет только игнорировать явления святых. Вначале это не имеет значения для общего счета числа вечеров и утр мерзости запустения, потому что оба счета накладываются друг на друга, и каждый день будет добавлять по одному вечеру и одному утру к общему счету. Но иудаизм покается раньше христианства. Это не мудрено. Явившиеся в Израиль святые из всех народов будут перед лицом израильтян, и вскоре они сами убедятся, что с этими святыми сам Господь Бог. Когда плотские евреи признают Иисуса как Мессию Израиля, официально признают храм как храм Бога, и признают святых как воплощение Мессии Иешуа во втором пришествии, то в Израиле будет построен город Яхов-Шамма, о котором написано в последней главе книги пророка Езекииля. И постройка этого славного города окончательно уничтожит остатки блудного христианства, всех его конфессий, отрицающих этот храм как место второго пришествия Иисуса Христа. И город великий явился в трех частях, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина, ярости, гнева его, и всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиной в талант, пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. В переводах с греческого Наврына там нет слова «распался». Греческое слово «геномай» означает «родился» или «явился». Явление города, который станет третьим местом после храма Иерусалима, где явится город великий, небесный Иерусалим, заставит покаяться и христианство. Град талантливых слов в силе Святого Духа уничтожит блудный Вавилон христианских конфессий и динаминаций. У Даниила назван срок мерзости запустения для христиан 1290 дней. Тогда получается, что покаяние иудаизма произойдет в третий год храма в 2026 году, в пост 17-го таммуза, спустя 1010 дней после закрытия восточных ворот. А покаяние христианства произойдет к первому ниссану в четвертый год храма в 2027 году. Такое совпадение будет только если храм мы построим в 2023 году. Еврейский календарь имеет различное число месяцев в разные годы, и совпадение с датами 17-го таммуза и первого ниссана получается далеко не всегда. Другое косвенное доказательство, что третий храм должен быть построен в 2023 году, основано на пророчестве Даниила о 1335 днях. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. Простым перебором всевозможных сочетаний интервалов между различными праздниками в еврейском календаре мы можем найти подходящую комбинацию. Промежуток 1335 дней бывает между праздниками Тубешват и Симхат Тара. Симхат Тара означает радость Тары или торжество Тары, то есть торжество учения или торжество закона. Это самый главный праздник Библии из семи праздников Господа, перечисленных в книге Левит. В этот день завершается годичный цикл чтения Тары. Праздник Тубешват называют Новым Годом Деревьев, что на самом деле неправильно, потому что это Новый Год не для деревьев, а для их плодов. Название Тубешват переводится как «15-й день месяца Шват». В древнееврейском языке, как и в других древних языках, не существовало нынешних арабских цифр для записи чисел. Числа записывались буквами алфавита, и число 15 на иврите записывается как «тет вав», то есть 9 плюс 6. Почему записывают 9 плюс 6, а не 10 плюс 5, что было бы естественно для десятичной системы счета? Дело в том, что если записывать на иврите 10 и 5, то надо написать буквы «йод» и «гэ». А это две первые буквы тетраграмматона священного имени Бога. Суеверная традиция запрещает евреям произносить это имя, и даже первые две буквы запрещено использовать для числительных. Если же мы не стыдимся употреблять благословенное имя Всевышнего, то праздник Тубешват в наших устах будет звучать как «ях бешват». Слово «шват» на иврите – это не только название месяца. Этим же словом называются «колено Израиля». «Колено Израиля» на иврите «шават Исраэль». Тогда становится виден скрытый смысл названия этого праздника. «Ях в колене Израиля», то есть «Господь Бог в колене Израиля». Праздника Тубешват нет в Библии. Этот день был установлен мудрецами, чтобы евреи могли исполнить закон Тары. «Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные». Три года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в четвертый год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В пятый же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. «Я Господь Бог ваш». Возраст дерева, посаженного в земле Израиля, отчитывается по состоянию на начало гражданского года в Рошашана, в первый день седьмого месяца Тишрей. Это осень. В это время большинство плодов уже созрело и собрано, и они могли бы быть употреблены для осенних праздников Господа, как и написано в законе. Но проблема в том, что эти плоды созревают до начала четвертого года. Было решено установить правило, согласно которому плоды, зависть которых образовалась на дереве в третий год, после пятнадцатого дня месяца Шват, могут употребляться после начала Нового года осенью, а именно в праздник Суккот, в праздник Кущий. Таким образом, духовный смысл счета тысяча трехсот тридцать пяти дней от Тубишват до Симхат Тары читается так. Блажен, кто дождется торжества Тары в четвертый год после посадки дерева жизни в землю Израиля, постройка третьего храма и явление святых, как раз и должно быть той самой посадкой дерева жизни в Израиле, явление истинной виноградной лозы Господа Иисуса Христа. Спустя четыре года в Израиле должен явиться город, который построит воскресшие колены Израиля. Это будет плод, который получат евреи. Тогда событие постройки храма должно произойти до первого Тишвей, до 16 сентября 2023 года. В еврейском календаре год может иметь различную длительность. 353, 354, 355, 383, 384 или 385 дней. Только при определенном сочетании високосных и невисокосных лет в календаре может получиться искомый интервал в 1335 дней между днями Тубишват и Симхат-Тары. Для 2023 года это произойдет, для последующих четырех лет нет. 2024, 2025, 2026, 2027 год не годятся для постройки третьего храма. В нынешнем, 2023 году, Тубишват был отмечен двойным землетрясением большой силы в Турции 6 февраля. Значит, точка для отсчета 1335 дней была Богом поставлена. Ну и главное библейское доказательство, что третий храм должен быть построен в 2023 году, тоже есть в книге пророка Даниила. 77-мин – это 77-летних периодов, на которые по закону делится время, чтобы можно было отсчитать субботние годы, годы Шмиты. 77-мин уже исполнились в день воскресения Иисуса Христа. Он вошел в свою славу и получил всю власть от Бога Отца. Тем, которые его приняли, верующим в Иисуса Христа, прощены грехи и заглажены беззаконие. Если срок 7 и 62 седмины от даты воскресения Ишуа отмотать назад, то мы найдем в Библии этот день. В этот день, 16-го Ниссана, 452-го года до новой эры, царь Артаксеркс дал устное повеление о Исфире и Мордыхаю. Напишите и вы о иудеях, что вам угодно, от имени царя, и скрепите царским перстнем, ибо письма, написанного от имени царя, искрепленного перстнем царским, нельзя отменить. Это было устное повеление, как и написано в пророчестве Даниила, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима. Повеление, а не письменный указ. И речь в пророчестве Даниила шла не о восстановлении земного Иерусалима, а о восстановлении небесного Иерусалима, города радости, о Господе Боге Израилеве, как написано у пророка Исаии. А вы будете веселиться и радоваться во веки о том, что я творю. Ибо вот я творю, и Иерусалим веселим, и народ его радостью, ровно спустя 69 седмин, после слов Артаксеркса, повелевшего Исфире и Мордыхаю сочинить текст его указа, воскрес Иисус Христос. Небесный Иерусалим в великой радости наполнил сердца учеников, скорбевших о смерти своего учителя. Слово исполнилось. 70-е же седмина было до повеления Артаксеркса. Если посмотрим по книге Исфире еще назад, то увидим, что Гадасца, названная впоследствии, как Исфирь, была взята кандидатом царицы под надзор евнухов царя за 7 лет до устного повеления, от которого отсчитывается 7,62 седмины. Итого, все 70 седмины исполнены в воскресении Иисуса Христа. А в последнем стихе пророчества Даниила речь идет не о 70-й седмине, а совсем другой. И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Это особая седмина. В Библии бывает, что один день засчитывается за год. Если взять нормальную продолжительность лунного года в еврейском календаре, то она равна 354 дням. Седмина таких стандартных лет будет равна 2478 лет. Если взять начало отсчета этого периода года, когда Гадассу взяли кандидатом царицы в начале книги Исфи, то по хронологии правления реального царя Артаксерса это был 459 год до новой эры. Конец же отсчета был в 2020 году весной. По Даниилу выходит, что седмины начинаются с весны в месяце Ниссани. Весной 2020 года началась очередная седмина. И вот в самой середине этой седмины и должна быть поставлена мера запустения, а именно осенью 2023 года. Еще одно наблюдение по седминам у Даниила. От взятия из Фири до воскресения Иисуса прошло 70 седмин. А весь срок большой седмины, где мы брали день лунного календаря за год, 2478 лет, это составляет 354 седмины. Нетрудно заметить, что до воскресения Иисуса Христа 70 седмин, а после воскресения Христа 4 раза по 70 плюс 1 седмина. По закону Моисея за украденную овцу платят в четверо. Выходит, за грех укравших у Бога стадо его овец уже уплачено в четверо и даже взята предоплата за одну седмину вперед. Эта предоплата и должна позволить Богу на основании закона распорядиться в середине нынешней седмины в пользу народа Израиля, позволить евреям прозреть и построить третий храм в соответствии с его волей. Можно привести и менее значительные знамения, которые были в мире указывающие, что уже пошел отсчет для постройки храма осенью 2023 года. Например, последующий стих книги «Исфирь» после стиха, где говорится об устном повелении царя Артаксерца, данном Исфире Эмардахею. Этот стих является самым длинным стихом Библии. И позваны были тогда царские песцы в третий месяц, то есть в месяц Сиван, в 23-й день его. И написано было все так, как приказал Мордахей к иудеям, и к сатрапам, и к области начальникам, и правителям областей от Индии до Эфиопии, 127 областей, в каждую область письменами ее, и каждому народу на языке его, и к иудеям, письменами их, и на языке их. Здесь указан день 23 Сивана. В нынешнем году этот день был 12 июня. В этот день был запущен в космос первый спутник Ватикана. Туда была вложена молитва, созданная на основе послания Папы Римского от 2-го Ниссана 2020 года, когда началась нынешняя седмина. Пандемия ковида вышла на мировой уровень, локдаун стал международным, и Папа выразил свое беспокойство об этом. Если открыть книгу пророка Езекииля с самого начала, то там указано начало его пророческого служения. Приложив хронологию первых глав его книги к 2022 году, мы видим два уникальных мировых события, совпавших с датами Библии. Езекииль, глава 1, стих 1, пятый день Томуза, первое видение Езекииля. Это было 4 июля 2022 года, а 5 июля 2022 года официально начал работу большой адронный коллайдер, взгляд отчей устремлен на микромир. Таково толкование этого события. события. Дальше было второе событие, описанное в книге Езекииля, 3 глава, 15 стих. После того, как Езекииль пробыл в изумлении 7 дней, он начал пророчествовать. И в этот день, 12 июля 2022 года, телескоп Джеймс Веб начал свою работу. Взгляд отчей устремлен на границе вселенной. Таково толкование этого события. Дальше по Езекиилю идет 2 периода 390 дней и 40 дней, когда пророк находится в вузах. 390 дней он за грех Израиля и 40 дней за грех иудеев. Эти события еще не произошли. Первые два события уже сбылись, о том, каким может быть осуществление последующих двух, мы можем только догадываться. Кроме этого, есть и другие знамения, менее очевидные, но не менее удивительные своими совпадениями с библейскими датами, являющимися прообразами событий 2 пришествия Иисуса Христа. Но может быть самым важным признаком, что храм будет построен скоро, уже сейчас, является то, что впервые за почти 2600 лет мы получили точную 3D-модель этого храма, выполненную согласно всем размерам, заданным в пророчестве Иезекииля. Когда уже нам показан вид храма, никто не может отвертеться, сказав, что этот храм ему непонятен. Открой глаза, прочитая Иезекииля, скачай себе на компьютер файлы 3D-моделей и убедись, что эта модель соответствует всем требованиям пророчества. Эта модель функциональна и соответствует строительным нормам и правилам. не может быть никаких оправданий тем, которые должны построить этот храм, но медлят. Более подробно о храме вы можете прочитать в книге «Храм в соответствии с пророчеством Иезекииля», проект 1534. Книгу можно скачать по ссылке под видео. Субтитры создавал DimaTorzok